Фототур для блогеров, журналистов и просто любителей рельсовой эстетики. Экскурсию проводят в честь дня железнодорожника на одном из самых сложных участков приморских РЖД станции Смоленинова. Смолениновский узел называется у нас узкое горло, потому что приходят поезда весом 6300, производят смену тяги. Артем Немчинов на такую фотоэкскурсию давно мечтал попасть. Молодой человек учится на машиниста и признается, поезда его страсть. Интересно посмотреть работу депо, станции, с чем в будущем предстоит столкнуться. Чтобы журналисты, фотоблогеры, любители, поклонники железной дороги или просто еще кто-нибудь, просто могли посмотреть и увидеть, почувствовать на себе, как работает железная дорога. Вот и все. Почувствовать тяжесть работы железнодорожника удается сразу, во время поездки на локомотиве. Мы едем в локомотиве Ермак. Это гордость дальневосточных железных дорог, так как поезд способен проходить по участкам с очень крутыми подъемами и виражами. Но при всем при этом, как и везде в России, здесь, например, не работает кондиционер. Буквально 20 минут уехать уже практически невозможно. Машинист Александр Ткаченко на духоту не жалуется. Привык за 37 лет работы. На старых электровозах, говорит, приборы накалялись так, что к ним даже прикасаться больно было. В этих локомотивах 15-летней давности страдаешь только от духоты летом и от холода зимой. Зато работа интересная и хорошо оплачиваемая. Работу свою любим. Если не любили, то не работали. А вот фотоблогеры, говорят, ожидали от экскурсии большего. В то время, как в соседнем Китае постоянно презентуют новые скоростные железные дороги, устаревшие поезда в России вызывают грусть. Хотелось бы, конечно, немного посовременнее. Те же самые поезда, кабины. Тем не менее, интерес к железнодорожной эстетике не падает, уверен в управлении РЖД. И намерены такие фототуры для всех желающих проводить ежегодно. Наталья Смолининова, Павел Михайлов, Панорама.